и снова всем привет и мой микрофон опять что далеко стоит мы продолжаем испытания прохождения без повреждения сейчас насколько я помню будет опять супер-пупер драчка всех куча и один вроде бы охранник должен был быть или когда мы поднимемся дальше но кей загрузился сохранить закон жанра просто ах ты сволочь почему нет все потому что неправильно стрелял там еще кто-то стреляет где-то где кто ох ты же блин как вас много еще серьезно вы думали я на это клюну нереально что-то где-то рядом вернись и дерись как муравей дерись как не как не канонический персонаж их жаль нельзя наэлектризовать чувак давай мы себя крипера сделаем взрывного нет двуми раньше жаль ну топ сомневался глупая животинка но вот сюда вот прийти и пусть тебе счастье надо быть но другого еще такого найти посчитать сколько же надо выстрелов на него такой пушки чтобы было счастье ну не сволочи ли а хотя может быть и суки да как я хотел изначально сказать сука все таки не мат а собака женского пола да мужик а все потому что я из хожу на ротборге с муравьем а ты с автоматом все таки стоит вы посмотрите на него он даже не понял что произошло где что мы чё с наушниками уже неправильно наушники делал то подождите-ка дайте-ка я проверю одну вещь да я неправильно делал наушники но у меня нет особого определения как их правильно одевать я надо покопаться на посмотреть по внимателям уж там есть л и р кнопочки а вот где может чувак то что не заложили бомбу я и без тебя знаю вот уж тайну раскрыл а кто там такой веселый кто там ножками топ-топ-топ попал а почему сохранение до загрузки странно ну ладно бывает посмотрите-ка в халфе этой пушки ой как не хватало ребята ой 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 смотрите-ка живучи а не хочет разлетаться как все нормальные существа эх сколько хабра ну пойдемте разрядим бомбу молодцы они еще и говорят при этом шаг 1 чего-то там и какой-то лимит от до 11 короче закрутить повернуть красный кнопку чтобы это не было пойти на позицию пресс нажать кнопку б вот так вот все очень просто интересно все ядерные боеголовки оснащены такой полезной инструкцией да-да-да засранец вот надо было убрать инструкцию так и знал что надо было убрать инструкцию а мы можем сломать его по-видимому нет но я меньше всего ожидал что ломаться будет сверху я вроде бы по вертикальной штуковине бью ну ладно о господи боже мой вы же знаете да что это за место это место где я буду страдать буду страдать долго и мучительно но кто еще комиссарского тела хочет что все что ли а где еще что как-то мало боли мало страданий ребята мы а мои подписчики этого не оценят если так легко отделась может и чё ты сделаешь а вот последним же выстрелом надо было попасть так так из какого с места сохранка до того как я пульнул до ждем ждем а блин а вот то что сюда прибежит баба и вот это это меньше всего ожидал так ждем вы чё все ближе ближе мне гранаты да хотите положить ну пока не получается так где то еще ведьмочки наши или я ее убил как раз таки да быть такого не может ну что я всех положил ну конечно разбежался одноглазый может там бочками задавит не знаю охренеть мне баба впритык не попало вы такой когда-нибудь видели я нет а вот то что этот чувак не смог попасть впритык это уже да это уже синдром так минимум синдром дауна да мужик ты думаешь я на одну и ту же уловку несколько раз куплюсь так а вот здесь будет посложнее не применяя подстволки ну я по моему попал а туда пойти нельзя но я могу считерить вот так вот нагло взять и считерить ах ты сволочь я тоже можешь считерить ладно у меня много сохран взял и внезапно умер там еще один был хм так это тот же или не тот же ах ты задел да вообще прыгать на него не самая умная идея ах ты потому что потому что потому потому что ему проще будет меня задеть да что ты будешь делать что-то в этом месте больше мучаюсь чем то даже теперь займемся тобой ну а ты где чел вернись камикадзе взял сам прыгнул будем считать на супер опережение бросил так теперь эти че надо посмотреть есть ли тут может подстволки там нам положили нет я вообще крайне удивлен что тут кто так легко прошел не знаю видимо прыгунок был один всего вообще как бы мы сегодня бы вы не прошли бы а ну конечно чтобы мать вашу сомневался ой какая неудача двойку получал до по физкультуре закидание гранаты бывает вот надо было задеть надо было вот спасибо за автомат может вот так вот съел и порядок так надеюсь больше сюрпризов тут не будет сейчас будет веселый паркур опять встречи с нашей любимой гравитацией но вначале так где он тут был кроме помнит вот здесь вот да ох ты блин там их двое да дел откуда граната когда он ее успевает выходи выходи или засал давай пвп или засал это ты умрешь медленно и мучительно нет извини я соврал ты умер быстро и мучительно блин у них что триггер что ли накидание гранатов в эту точку или что этот раз на решил сюда не бежать так нафиг 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 все вроде гранта не взорвалась ты же психи такие они могли тут столько гранат понакидать хрен они вообще здесь прячутся для мета загадка что так много идиотов кто захочет дойти не думаю я вот один такой граната туда пригодились бы их веселуха пока поразвлекайтесь волк это было близко таракана мы убьем последним а вот этого мы а вот этого реально было неожиданно этим нормально и не ударишь блин ох не любят меня тут да я мужик не вмене стреляй еще мало желающих твою мать ладно так а куда нам среди дальше идти было вот туда таракану было мало жизни оказывается ему уже хуже я думаю отсюда будет отличный обзор блин я вот ни хрена не попадаю вот они это не несправедливость прям какая-то шо за классовая несправедливость это было близко ну ладно хоть таракана убили этими чуть осколками блин не убивал этот вот таракана пару раз попал вот единственным шариком меня нужно было умудриться попасть до промазал вот там и стой скажите все я последний герой я последний герой блин надо китайский ресторан все таки раз открывать тушить это по мужу конец мужик мне хватит нескольких оружий всего таких вот можешь оставьте эти патроны себе так на ящерицу это нам сколько пять по моему патронов надо потратить 4 или 3 даже всего ох вот здесь придется попотеть ну ребята наверно значит второго второй части восплея у меня не будет я думал сегодня две серии записать но при учете что сейчас будет босс даже если минут на 50 затянется нету смысла разбивать мне кажется кто-то хотел повеситься но не смог такое бывает давай товарищ ящерица уж когда зачем именно в этом месте поставили лабораторный прототип скорее точнее не лабораторный прототип лазера основан на кристаллах из ксена давай 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 мой юный таракан вылазь ящерица потягаемся у кого ящерица побольше так вот теперь пора время сохранится ну да он еще не вышел еще не ощутил все обиду от того что неприятно да вот это вот я больше всего и боялся попал ну раз он портал запулял то наверно да ай ёпер на театр зачем это сделал а начать кислотой в глаз это нормально а а а а но это было близко а шариками можно чужие шарики сбивать ну надо же вот это новость м 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 чтобы не бегать туда-сюда не проще сейчас его попытаться отсюда убить ведь это будет очень непросто ну хотя я может быть ошибаюсь это было просто пробегу не пробегу ну надо же успел попал а вот на такое я не подписывался это у меня колесо патронов ограничено получается говнюк давай сюда беги ну да представляете попал каким-то чудом хотя да в принципе типа мы здесь отличились по повыше забрались и после этого да это конечно конечно последние пять патронов давайте попробуем вот что сделать а получилось теперь нам надо перебраться на ту сторону блин это был крутой отвлекающий маневр соглашусь молодец где ты мой таракашка таракашка таракашечка поганая букашка блин а я его убил и вот опять по моему убил привет мужик как дела поганая букашка ну-с за родину за фримана за fima ну-с за родину за фриману за Фриману и вот и все а пока он забирается хочу проверить насколько возможно ее взять и не удариться на можно да видимо слишком рано отпустил загрузка ну в 35 минут уложились не думайте, что я тебя избавляю много вопросов требуют мне внимания в эти проблемные моменты я тоже надеюсь, что ты понимаешь и теперь я требую еще больше indulgences на твоей стороне я не могу закрыть мой репорт до того, чтобы каждый сладкий конец был поднял Ага. Самая большая ненависть была Блэк Меса, но я думаю, что это наконец-то занимается самим. Прямо так. Кто смотрел Freeman's Days, тот, наверное, помнит, что в самом начале, когда Барни едет на машине, сверху пролетает самолет и падает значок. Этот Шепард и был. Надеюсь, валу все-таки жалятся и добавят Шепарда в следующие игры, в третий эпизод. Это было бы очень круто. Или ответвление хотя бы какое-нибудь. Я уверен, что вы можете представить, что есть плохие альтернативы. Что я могу сказать, ребята? Вот и все. На удивление, это испытание оказалось довольно-таки простым. Можно ли было обойтись тремя оружиями или даже двумя? Да. Ну, сложно сказать. Автомат нужен был бы по-любому. Потом, ну, без какого-либо дополнительного оружия мы не смогли взорвать и бочки, чтобы... Не бочку, а ящики, чтобы большой робот нам поставил и удобный ящик, и мы спокойно по кислоте проскакали бы. Если это в счет не брать, то да. Три оружия, думаю, нам бы хватило. Автомат, муравей и... Ящерица. Можно было, наверное, сильно постараться и справиться одним лишь... Не знаю, муравьем и автоматом. Ой, даже не муравьем, а просто автоматом и ящерицей. Ящерица нужно в конце чисто для того, чтобы уничтожить геночервя. Ну, что-то я не хочу пробовать, если честно. Это надо пересматривать, думать тактики, где-то возможно пройти, когда дается оружие. То есть это все сложно. Без автомата мы, скорее всего, не пройдем наших товарищей и черных оперативников. А, кстати, можно было и подстолка попытаться уничтожить нашего веселого этого таракана, последнего ящерицу. У меня как раз осталось 8 подстволок, но если бы я пользовался чисто автоматом, у меня могло бы и быть и не остаться столько. Хотя я помню, что это просто для траты... Нет, для траты, наоборот, для экономии времени я пользовался ящерицей, чтобы поскорее уничтожать этих... Гигантских муравьев с муравьями в руках. Рекуртия, блин, какая-то. А у того муравья, чтобы вырабатывать... Рекуртируются другие толпы муравьев, крутят колесо, короче, динамо-машину. Ладно, я так понимаю, что на этом кончилось и нам будет показывать черный экран. И мы можем прыгать. Но зрение мы, к сожалению, не можем включать. Так что на этом наше испытание кончается. Подведя итоги, у нас 100 жизней и 100 брони. Сильные проблемы дока были поначалу, пока у нас особо не было оружия. И когда были черные оперативники, бабы. Именно черные оперативники, бабы. После этого стало все как-то очень просто. Даже... Ну, помните, даже вертолета поливали. Вот, кстати, да, с вертолетом без ящерицы было бы тяжко. Можно было, конечно, теоретически прятаться. Мне кажется, это было бы очень геморройно и, возможно, даже нереально. Выискивать какие-то, ждать определенные моменты, когда он поворачивается и не видит тебя. Ой, ладно, я опять говорю, слишком много. Уже летсплей давно закончился. Я что-то говорю, говорю, говорю. В летсплей столько не разговаривал, сколько сейчас. Наверное, потому что неожиданно все закончилось. Ну, ладно. Что я могу сказать? Буду теперь играть Алан Вейка. Надо посмотреть, что бы из игр взять. Параллельно будет еще испытание в дальнейшем по блюшифту. Но там я планирую кое-что новое и мозгосносящее для меня, во всяком случае. Так что забудьте, там не будет ни прохождения без повреждений, ни ограниченное оружие. Все будет намного суровее для меня. Ну все, я с вами прощаюсь. Лайкайте, подписывайтесь, комментируйте. Не знаю, добавляйте, скидывайте друзьям, что ли. С вами был Алекс Страков. Всем спасибо за просмотр. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok